если есть интернет и время и провести поиск например ну выставка фотографий проведенных примерно одно и то же время в разных концах света разными совершенно галереями и организациями я думаю мы сможем как раз увидеть и проследить если в этом дух времени или нет потому что мне в этом есть потому что люди на разных континентах они чувствуют примерно одно и то же мне кажется 90 и особенно 2000 они были пронизаны вот каким-то таким если это описывать категориями вкуса запаха и цвета я бы сказал что это было достаточно горько но как швепс у нас не было нехватки там родительской ласки или заботы внимания мы наоборот хотели как бы вырваться и что-то делать интернет конечно же не был и в этом огромный плюс потому что информационный голд он побуждает мозг искать какие-то ходы что-то делать экспериментировать пробовать ну марат джамаледдинов был наверное совсем наверное одним из первых кто нарисовал около телецентра на стене рисунок очень мне нравился сейчас нравится он за порт к сожалению и так и не отмыт ну я всегда мимо хожу не ленюсь перейти дорогу и гляну это дело мне люблю это рисунок и был еще на стене на китайской пару рисунков мы их называем куски но не рисунок это кусок грубо говоря кусок кусок но как бы и все не было команд граффити не было райтеров не было тегов это просто были несколько кусков и все знали кто их нарисовал а мы были первой командой и людьми которые двигали на граффити культуру которые заморачивались именно в граффити стиле по там всяким таким тематикам и какие-то моменты которые мы придумали тогда сами мы в дальнейшем даже много лет спустя встретили уже на более позднем на более позднем этапе как было творчество встретили какие-то фишечки наши которые там применяют люди вообще из других стран и уже давно от мака граффити рисовали интернет не было же ему это не знали что рисовать вообще с интернет течь о маму рассказывать что там она сам он и яндекс он смотри что вот такого не было приходили недавно ребята тут из местной команды тоже расспрашивали а чё там как раньше было так смешно я думаю может это я уже начинаю там чувствую себя дедом когда приходят люди спрашивают а чё было раньше для меня это было вчера потому что я рисовал рисую и как бы оно все здесь все эти люди рядом они по-прежнему занимаются тем же чем раньше и мир кажется почти таким же прекрасным это хорошо важно иметь увлечение которые такой такой клубочек в детство на клубочек нитка такая за которой ты тянешь и ты ну не знаю зачем это нужно это важно наверное чтобы с ума не сойти по итогу просто должны быть вещи которые точно никуда не уйдут ты ими занимаешься в них развиваешься все остальное надо ну главное отдавать себе отчет что ты делаешь зачем тебе это нужно что это даст и что ты готов на это потратить в этом такой холодный несколько можно усмотреть подход ну не циничный расчетливый ну как бы живем не в тех условиях чтобы разбазаривать такие ценные ресурсы как время вот здоровье особенно ну а как бы здоровье дело такое там понервничаешь побегаешь пока пробьешь какую-нибудь выставку выставку или фестивальчик так что деньги и творчество это вещи неотделимы просто должно быть на своих местах наверное я вспоминаю слова по-моему я это прочитал на сайте или блоге человека по имени олег пащенко это очень талантливый иллюстратор и дизайнер и он сказал одну хорошую вещь что если у вас есть любимое дело нам оно должно быть то надо любить это дело больше чем те деньги которые он может вам дать и тогда как бы они сами придут и не обязательно рисовать няшные картины писать сплошь слащавые песенки нет творчество требует искренней реализации потому что если вовремя не выпускать энергию она заблудится в человеке это как и слон в посудной лавке то есть в итоге человек перегорает он вроде хочет что-то делать а он уже уставший уже не прет и идей свежих нет он еще ничего не сделал он только вот закипал закипал закипала потом и все и уже все уже не то время не то уже тренды не те музыка уже не та сейчас качает вот и человек творческий он не должен брать на себя слишком много он должен чувствовать дух времени как должен хорошо если он чувствует и и тогда все происходит не то что как бы сама а ты понимаешь что ты все делаешь как надо и когда ты приходит ты понимаешь что все круто не важно что эта песня там может не станет супер хитом ты ее слушаешь ты понимаешь 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 и не устаешь понимать вот эта мистик которую мы можем встретить в произведениях художественных музыкальных и визуальных литературных трудах Мне кажется, человек к ней отношения не имеет, потому что человек по-настоящему, как по-настоящему, искренне творческий, он может об этом не знать, но он является, скорее всего, просто проводником от чего-то. Потому что человек, чье творчество бесполезно или вредно, это... Как сказать? Такие люди, наверное, тоже нужны, но я не знаю, зачем они нужны. Я начинаю волноваться, когда у меня возникает ощущение, что я упускаю что-то. А когда у тебя всего две руки, а упускаешь ты миллионы всего, то просто надо выбирать то, что тебе поближе и не беспокоиться на этот счет. Ну, я беспокоюсь о многом, я беспокоюсь, как будет жить мой ребенок, и будет ли он у меня вообще, и когда он у меня будет. Вот три повода для беспокойства. Ну, то есть я тоже задумываюсь о семье, как человек уже достаточно взрослый, но я понимаю, что это будет для меня такой неподъемный труд. То есть я хочу доделать то, что начал уже, ну, касаемо музыки, у меня там есть кое-какие задумки, то есть поставить какую-то точку на этапе, и потом уже выдохнуть, потому что это все копится, 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 нереализованы всякие затеи. Ну, я сейчас говорю в основном о музыке, то есть у меня очень много там начатых и незаконченных треков, песен, и я хочу их добить и уже сделать такой альбом. Вот, это будет, как называться, я не буду говорить. Там будет много всего за много лет, и он будет такой, ну, как бы, распродажа того, что есть. Вот, тут, собственно говоря, вот студии сейчас достраиваются, буду заниматься. Здесь же, ну, я рисую, что-то там мастерю, трафаретки какие-то вырезаю, ребят заезжают. То есть тут у нас такое, можно сказать, рэп-граффити-логово, маленькое, широко известное в узком кругу. Я не могу сказать, что я патриот, но то, что я действительно ценю, как бы, и за что я ценю, и люблю страну, в которой я живу, а я, хоть как это ни звучит патриотически, люблю свою страну, и выезжать отсюда не собираюсь в ближайшее время точно, но я хотел бы куда-нибудь съездить попутешествовать. То есть я за патриотизм, наверное, такой, который сложно выделить в себе, как какую-то черту. Там, типа я, ну, не я, я, это, как можно сказать про себя человек, я вот там, поэт с медицинским образованием и при этом еще патриот. То есть я считаю, это неправильно, когда человек там выделяет то, что он патриот, потому что патриотизм это нормально. Это то же самое, что говорить, вы знаете, я так люблю свою маму, это должны быть очевидные вещи. Если превращать жизнь в такой цирк, вот это и есть арковостной патриотизм, когда ты на 1 мая одеваешь сорочку вышитую какими-нибудь там гусями, славянскими крестиками, и вот в валенках идешь с баяном, в этом, мне кажется, меньше патриотизма, чем в человеке, который воспитывает своих детей так, что они, когда создадут свою семью, они сделают больше, чем он смог сам, но это есть его вклад в воспитание детей. Если бы была возможность вернуться в прошлое, я бы все оставил как есть, ну, наверное, я бы более серьезно отнесся к учебе, саморазвитию на ранних этапах, когда мозг только формируется, когда личность формируется. Я считаю, я довольно халатно отнесся к некоторым образовательным моментам, которые в дальнейшем, ну, это сказалось, удалось себе знать. Я вот не учился и дурак, кстати, что не ходил. Ну, учусь сам, по-чуть-чуть рисую, образование все-таки, мне кажется, нужно. Оно решает многие проблемы на много лет вперед, это понимаешь уже потом. Когда ты начинаешь учиться, тебе кажется, это лишним, ненужным. Это касается не только художественного образования или музыкального, это касается общего образования в школе, я жалею, и об этом говорю в камеру, мои дорогие учителя, школа номер 10, вот, классная моя руководительница, Нина Григорьевна Писарик, вот, и другие учителя, кого же сейчас помню еще? Вера Степановна. Вы были правы. Учение свет, не учение тьма. Если бы у меня была возможность, я бы сейчас не прогуливал ваши уроки, я бы все впитывал, грыз бы гранитик. Не хватает знаний в меня по жизни, чувствую я сам. И многое именно было потеряно на этапе образования школьного, среднего. Абсолютной ценностью для этой жизни я, наверное, обозначу, как в своих взаимоотношениях с близкими людьми и то, что они живы и здоровы, к счастью, сейчас находятся рядом со мной. Такие недалекие для обычных совершенно людей, каковым, в принципе, являюсь ценности. Семья, здоровье, простор для деятельности какой-то и самореализации. Мне важно, чтобы мне было интересно жить. И, как сказал восьмая цитата за вечер Ким Кедук, прожить всю жизнь, как натянутая тетива. То есть издавать такой певучий, напряженный, полной силы звук. Я уже хочу получить результат, который будет, ну, не, как сказать, не итогом понятных действий. Каждый человек может послушать, сказать, во, это, это, это то. А хочется вот именно достичь в музыке и желательно в живописи, в том числе, в рисовании. Такого мистического какого-то эффекта, когда человек слушает, и музыка завораживает, а картинка приковывает взгляд. Когда человек смотрит, он не может объяснить, но что-то его держит. Если бы я мог забрать у людей какое-то одно качество и свойство, я бы, наверное, либо не трогал вообще ничего, либо забрал бы такое свойство, как мелочность. Ну, так, потому что мелочность, как и все мелкое, как и мелкий мусор в комнате, он создает, ну, много помех. Как бы ощущение бардака всегда происходит от мелких каких-то ненужных, лишних вещей и деталей. Я говорю сейчас и в плане конкретном, когда в комнате мелкие бумажки, кожурки вроде бы чуть-чуть, а выглядит, как будто вообще, какие-то там поселок цыган проехал через эту комнату. То же самое и в голове. Когда человек цепляется за какие-то вот эти крошечки, он в итоге и оказывается, мне кажется, какой-то в пустыне, в трясине мелочей, которые затягивают. Нужен вектор или направляющий. Вот. Внуки, если вы меня будете, смотрите сейчас на вашего дедушку. Я хочу вам сказать вот сейчас, на окануне 2019 года, поменьше-ка занимайтесь там фигней. Слушайте маму, бабушку и пра... бабушку. И никогда не делайте, как делал ваш дед. И не смущайтесь перед камерой, когда зачитываете мне наставления. Младшим поколением. Просто привет через 30 лет вам передаю. Ничего вам сказать не хочу. Тут все круто у нас. Надеюсь, там, когда вы будете, будет не хуже. Надеюсь, рэп станет совсем хорошим в том времени.